Мочевая кислота – это неотъемлемая часть обмена веществ в организме. Она образуется из пуринов, содержащихся в продуктах, которые мы едим каждый день, особенно в животных белках. Если показатель мочевой кислоты в организме не превышает норму, то она помогает защитить сосуды, нервную и кровеносную систему, снижает вероятность развития онкологических заболеваний. Избыток мочевой кислоты в первую очередь приводит к развитию подагры, артритам, артрозам и болезням почек. Однако при некоторых заболеваниях или сбоях обменных процессов мочевой кислоты становится слишком много, что оказывает пагубное влияние на суставы, внутренние органы и здоровье в целом. Чтобы поддерживать уровень мочевой кислоты в пределах нормы и предупредить его повышение, необходимо скорректировать свой рацион питания и обогатить его продуктами, растворяющими кристаллы мочевой кислоты и нейтрализующими ее разрушительное действие. В этом видео я решил поделиться продуктами, которые выводят кристаллы мочевой кислоты. Также к концу ролика поделюсь эффективными и доступными рецептами, поэтому прошу досмотреть ролик до конца. Еще хочу упомянуть, что наш канал без подписки смотрят целых 61% зрителей. Прошу тех, кто не подписан на канал, но смотрит его, ценить работу команды, подписаться и нажать на колокольчик. Сделайте так, чтобы кнопка подписаться превратилась в «Вы подписаны». Заранее спасибо и приятного просмотра. Продукты, растворяющие кристаллы мочевой кислоты. Для снижения концентрации мочевой кислоты в организме и выведения солей полезно употреблять в пищу продукты с низким содержанием пуринов, среди которых любые виды животного белка, мяса, рыба, морепродукты, крахмалистые углеводы, бобовые, красные овощи, черный кофе, чай, шоколад любого вида, алкогольные напитки. Яблоки. Вещества, входящие в состав яблок, эффективно нейтрализуют мочевую кислоту и способствуют ее безопасному выведению из организма. Калий оказывает профилактический эффект, предупреждает повышение уровня мочевой кислоты, развитие подагры, артрита и артроза. При этом на 100 г продукта содержится только 6-14 мг пуринов. Для выведения мочевой кислоты из организма и профилактики заболеваний суставов часто используют плоды яблони и в некоторых случаях яблочные листья. Так как в кожуре яблок содержится много полезных и питательных веществ, перед употреблением их не очищают, необходимо лишь тщательно промыть. Рекомендуется каждый день съедать как минимум 2 средних яблока в свежем виде, так как в продуктах, не подвергнутых термической обработке, содержится больше витамина С. Яблоки полезно употреблять в любом виде. Свежие или печеные плоды. Пить яблочные соки, компоты, кисели и отравы из яблочных листьев. Добавлять в каши, салаты из других разрешенных фруктов и овощей. Чтобы уменьшить отложение солей в суставах, рекомендуется включить в повседневный рацион следующие блюда из яблок. Салаты, повидло, пюре и шарлотка. Вдобавок к этому можно также включить яблочный чай, компот, настой и кисель. Чай из сушеных плодов яблок. 3 столовые ложки сырья необходимо залить 1-2 литра кипящей воды. Накрыть крышкой и дать настояться в течение 2-3 часов. Готовый напиток следует принимать каждый день по 100-150 мл несколько раз в день. Яйца. Куриные яйца полезны, питательны и содержат в себе низкий уровень пуринов. Они улучшают метаболизм мочевой кислоты в организме, поэтому ими рекомендуют дополнять свой рацион питания людям с гиперурикемией. Регулярное употребление яиц помогает избавиться от накопления мочевой кислоты, обеспечить организм необходимыми питательными веществами и укрепить иммунную систему. Льняное масло. Льняное масло в своем составе содержит вещества, которые способствуют выведению мочевой кислоты. Поэтому регулярное употребление данного продукта помогает избежать развития подагры и других патологий суставов. Рекомендуемая доза – 1 столовая ложка льняного масла в день. Лимонный сок. Благодаря своему составу лимонный сок производит щелочной эффект. Он способствует нейтрализации действия мочевой кислоты, улучшению процессов пищеварения и выводит вредные вещества из организма. Высокое содержание витамина С также помогает снизить уровень мочевой кислоты. Для терапии необходимо выдавить сок одного лимона в стакан с теплой водой. Выпивать напиток следует утром на голодный желудок на протяжении нескольких недель. Не рекомендуется употреблять лимоны и лимонный сок при язве желудка и 12-перстной кишки. Яблочный уксус. Благодаря содержанию яблочной кислоты, яблочный уксус эффективно очищает организм от накопившихся шлаков, токсинов и выводит излишки мочевой кислоты. Он восстанавливает естественный кислотно-щелочной баланс, что важно для внутренней среды организма. Для терапии необходимо смешать 1 столовую ложку яблочного уксуса и 200 мл дистиллированной воды. Полученную смесь следует принимать 3 раза в день. Для усиления эффекта к напитку можно добавлять пару щепоток куркумы. Постепенно можно увеличить количество яблочного уксуса до 2 ложек на 1 стакан воды. Однако не следует злоупотреблять таким напитком, так как яблочный уксус способен снижать уровень калия в организме и мешать действиям мочегонных средств. Оливковое масло. Многие растительные масла после прохождения термической обработки имеют свойство утрачивать большую часть полезных веществ и даже становиться вредными продуктами из-за разрушения витамина Е. Именно данный витамин поддерживает правильный уровень мочевой кислоты в организме, препятствуя его повышению. Оливковое масло при нагревании не изменяется. При этом этот продукт особо богат витамином Е, поэтому он выступает в качестве помощника в вопросе повышенного содержания мочевой кислоты. Вишни. Вишни и другие темные ягоды содержат в своем составе химические вещества, которые способствуют снижению уровня мочевой кислоты в организме. В вишнях, ягодах синего и фиолетового цвета, содержатся флавоноиды. Это вещества, помогающие снизить уровень мочевой кислоты и уменьшить воспаление при заболеваниях суставов. Рекомендуется съедать по половине чашки вишен каждый день на протяжении несколько недель. Аналогичное действие оказывает и натуральный вишневый сок. Его следует выпивать по одной-две чашки в день. Клубника. При повышенном содержании мочевой кислоты в крови рекомендуется регулярно употреблять клубники, особенно в сезон. Она способствует ощелачиванию организма, растворению и выведению кристаллов мочевой кислоты, препятствуя их образованию в дальнейшем. Артишоки. Эта овощная культура оказывает мочегонный эффект, благодаря чему из организма эффективно выводятся излишки мочевой кислоты. Существует множество способов, как приготовить артишоки. Однако самым полезным из них – это отварить их и выпить получившийся отвар. Лук. Лук помогает очистить организм от накопившихся вредных веществ и уменьшить вероятность развития большинства заболеваний. Чтобы снизить уровень мочевой кислоты в организме, необходимо отварить две порезанные луковицы и выдавить сок лимона, после чего перемешать ингредиенты. Каждый день следует принимать по 2-3 чашки полученного напитка. Огурцы. Огурец богат полезными питательными веществами, которые эффективно выводят из организма вредные вещества, способствуют дефекации, восполняют запасы витаминов и питают кожу. Овощная культура обладает мочегонным эффектом и устраняет отеки. Огурцы рекомендуется употреблять людям с гиперурикемией, так как они снижают почки от повреждения, снижают уровень сахара в крови, предупреждая его скачки, и растворяют кристаллы мочевой кислоты. Также огурцы облегчают боль в суставах, вызванную подагрой или артритом. Листья брусники. Листья брусники – это одна из трав с мочегонным эффектом, которая эффективно выводит мочевую кислоту и соли из организма. Это средство способствует растворению камней, снимает воспаление стенок мочевого пузыря и отлично борется с отеками. Для приготовления лечебного напитка необходимо 2 столовые ложки листьев брусники залить одним стаканом крутого кипятка, поместить на медленный огонь и нагревать на водяной бане порядка 30-40 минут. Далее отвар нужно охладить, процедить через марлю и довести объем до 200 мл. Готовое средство следует принимать по 80 мл 2-3 раза в день. Вода. Вода – это наиважнейший и жизненно необходимый продукт, поэтому каждый день необходимо употреблять достаточное количество жидкости, не допуская обезвоживания. Если пить много воды в течение дня, то это стимулирует работу мочеводелительной системы и почек. Это помогает лучше фильтровать и разбавлять мочевую кислоту. Вода является самым естественным и полезным способом для борьбы с большинством проблем со здоровьем. В день рекомендуется употреблять как минимум 2-2,5 литра дистиллированной воды. Также можно пить минеральную щелочную воду, но без газа. Соблюдение правильного питьевого режима позволяет вывести из организма шлаки, токсины и пурины, являющиеся одной из составляющих мочевой кислоты. Сушеный корень лопуха. Корень лопуха эффективно выводит из организма кристаллы мочевой кислоты и соль, которые в большом количестве содержатся при артрозе в суставах. При употреблении лопух принимает активное участие в обмене веществ, позволяя выводить токсины и шлаки из организма. Для терапии необходимо замочить 120 г корней лопуха в теплой воде и после того, как они станут мягкими, измельчить их на терке. Полученную кашицу залить 500 мл крутого кипятка, поместить на медленный огонь и нагревать на водяной бане в течение 15 минут. Готовый отвар следует охладить, процедить через марлю, емкость укупорить и настаивать в течение 48 часов. Принимать напиток по одной столовой ложке 3-4 раза в день, за 10 минут до приема пищи. Овощи. Овощи препятствуют накоплению мочевой кислоты и соли в организме. В овощах содержится большое количество клетчатки, витаминов и минералов. При этом они являются низкокалорийными продуктами, что немаловажно, ведь ожирение способствует быстрому развитию подагры. На этом закончим ролик. На канале можно найти много интересных видео о пользе и вреде овощей и фруктов, а также о болезнях и способах их лечения. Поэтому прошу не забыть подписаться на канал и нажать на колокольчик. Еще буду благодарен, если поставите лайк и поделитесь роликом с родными и близкими. С вами был канал Человеческий Организм.